Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 994. События дня. Экклесиаса 12, 13, 14. Выслушаем сущность Его. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное, хорошо ли оно или худо. За 5 сентября 2018 года. Объявление наше. Попросили сделать и выставлять его. Капустина Татьяна звонит. Старшая сестра помогает, чтобы я не проспал. Спасибо, Господи, помилуй. Рахель, Игнатий Тихонович, у нас беда. Сноха бесами одолеваема. Все ей кажется, что я там, в больнице хожу. Мой голос ей слышится. Любой шум связан со мной. То говорит, что у нее беременность, и она деток грудью не кормит. Что делать, не знаю. Советует ее к муле. А они-то еще хуже сделают. Сами бесам служат. Детки вес не набирают, и их не выписывают. И сама почти не ест. Молюсь о ней постоянно. Прошу вас, братьями, кто согласен, помолиться. Помолитесь о ней. Она обливанная, православная. Четверо деток, и вот такая беда. Помогите вашей молитве. Прошу вас, отец. Евгения ее зовут. Это сноха, не дочь. Ну что, помолился? Сегодня опять будем молиться Евгению. Владимир Галендухин посмотрел наш ролик про него, как он упал и живой остался. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Посмотрел ваш ролик. Благодарю вас и братьев за ваши святые молитвы. Вспоминая эти события, воздаю хвалу Богу нашему за все те благодеяния и милости, которые Господь совершает по отношению к нам грешным в течение всей нашей жизни. Слава Богу за все. Спаси вас, Христос. Марина пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Помогите ответить Полине на ее вопрос. Седьмая заповедь блаженства. Блажение миротворца и акватии сыновей Божьей нарекутся. Почему потом нарекутся сынами, если мы и так являемся детьми Божьими? Отвечаю. Тут все в слове нарекутся. То есть эти люди очень и очень важны. Они прекращают ссоры, войны. И о них везде идет молва. Вот настоящие дети Божьи. А не по названию, как многие прочие. Кто-то поссорил родных русских с украинцами. Но кто-то же должен примирить их. Елена. Это из прошлого взял. Еще переписывались. Вот, прочитайте. Это уже было, но почему-то показалось мне, что прошло незаметно. Дальше мои ответы. Притормозите и посмотрите. И Лена отвечает. Про книгу. Я отвечаю. Считать мне уже вовсе некогда все подряд. Но вот автор и оглавление позволяют мне сделать для себя только вывод. Для себя только. Что книга себя полезна. То есть я считать не могу столько. У нас свои дела. Вчера Виталий пас коров. События дня. Володя там с вареньями. Да все. На кухне. Не вылазит с кухни. Я свободен. Добрал до конца с кустов черноплодную рябину. Я говорю. Володя, оставь сколько себе баночек маленьких. А остальные там ведра. Большие по 15 литров ведра. Я на брата буду. Отправим в город. Там просят. Она понижает как для давления. А почему? Ну у меня так иронично получилось. Ну допустим. Высокое давление у жены. Давит ее что-то. Вот пусть она возьмет. Да и поест ягод несколько. А муж в это время чтобы взял святой воды. И она. И пока тишина не наступит. Давление не спадет. Воду не глотать. И так если точно муж начинает сильно буйствовать там и прочее. Съешь несколько ягодок. Ты святой воды сразу только не проглатывай. Во рту держи. Пока не утихнет все. Утихнет и все. Тогда и увидишь какая польза от нее. Она понижает давление. Она вкусная. И рот связывает. Такое связывающее как черемухи. И охота поглотить и не будешь. И в то же время во рту будет у тебя вода. Вот это для смеха может быть. Володя подошел. Я сделал все. И говорю. Володя. Что же мне дальше это делать-то сегодня? Заряди меня. Солнышко светит. Мордушки все сняли. Я их помыл. Я говорю. Так а дальше ты завтра еще? Он говорит. Дальше хорошую погоду обещает. Ну и все. Володя. Понятно. Я мордушку взял эту одну сетчатую. Остальные все спрятали. Больше трогать не будем. То есть не спрятали. Половину я внес в царая. Вот пошел и ставить. И немножко поймал хорошего карасика. А когда Виталий первый раз проверял, как он пасет. На первом мостике было. И там надпись. Вот подъезжаешь. Вода течет через дорогу. Ехать, не ехать. Но видно след есть. И там надпись была. Дно каменистое. Справа написано. Чтобы человек не сомневался, мог заезжать. Проехать. А там глубина с 7 метров 10. Ну от силы 15 сантиметров. Колесо-то не утонет. И там и трактор пройдет. А надпись отстерлась. Я дома давая Надежде Васильевне задание дал. Вот такого размера. Она написала. Я напилил досточки, чтобы на те прибить там инструмент. Щипцы, молоток, гвоздей разного калибра. И один туда поехал. Гляжу, Виталий пасет. Пасет хорошо. Вот. Ну и все. Постарался, сделал. Все заснял. Потом пока будет показано. Вот. И тут я дальше возвращаюсь. На мне такая одежда. Все. Это рвется. Опять Надежда Васильевна. Вот. Надо починить. Если еще нужно, там тоже. И Володя. Туда же. Говорю. Да, да. И сделает. Ну и так до вечера и дотянули. Все у нас хорошо. Слава Богу. Помаленьку. Посмотрел, как Игорь там в сушилке. Шнек поднимает. И он тяжелый. Он поднимает. Как подъемник такой на Беларуси. Трактор. Как Кун называют. Почему? Не знаю. А помогает. Внизу сын его. Терентий. А внизу, как перегорожено, видимо, стену они оторвали. Жесть. И осталась эта прожилина. Там сороковка доска. И это такая тяжеленная она. И он ногу прям под нее подставляет. Я зажмурился. Если оборвется, то от ноги не то, что там собирать нечего будет. Она прямо на доске. Не просто переломит, а в труху превратит ногу. Ну, я с обратной стороны зашел. И когда он все благополучно, я ему сказал. Он улыбается. Смотрите, Рентий. Это ужасно даже смотреть. Ну, все работает. Кажется, кипит. И школа открывается. И школа выходит. Ребятишки. Учительница. Вот. Это пришла за к ним Ангелина. Устинова, Алешина жена. И ребятишки. Все ее трое. Варлаам, Назаре и Евтихий. Имена-то какие. Что значит? Покориться преданию такому. Называть в тот день, какие святые. Я этим занимался. 750 имен. А только употребляются примерно 33. У женщин в три раза меньше. 250 имен. А употребляются где-то 25, кажется, имен всего. Ну, вот и все. То есть, даже здесь-то и то Владимир Владимирович, Владимир Николаевич. Вот везде Владимир Владимир. Вот кто убили? У нас Пащенко Владимир Александрович. Захарченко убили Александр Владимирович. Ну, это везде такое. Говоришь, ну, скукота смертная. У меня про это написано стихотворение одно. Как перышки летят люди. Даже на них в чем нету покорности. И поэтому такая скукота даже в именах. Айша. А как звать? Вот фильм турецкий есть. Вот королек, птичка певчая. Она учительница и решила познакомиться. А как звать девочка? Айша. Следующая Айша. Айша. Больше никак нет. У нас тут было, кажется, 7 коров первых. И 5 из них зорька. Ну, никакой фантазии. А как? Ну, смотреть надо. А с лошадь купили первую потерявки. Ее звать ее Зина. Зина. Как это? Человеческое имя? Зина. Это Зинаида. И никак. Я говорю, давайте ее. А она все равно не откликается. Ну, нам ее как-то надо называть-то. Одну букву только. Зира. Зира нуль. По-английски. Все зира. Похоже, похоже. Все зира. И зира так и осталось. Вот. Привезли щенка из мешка. Вытряхнули нам. Собак-то не было где-то. Ну, как назвать? А он залаял. Вонись сильно какой. Я говорю, карай. Карай. Там это по-латышски война. Что-то такое помнится. Карай так и остался. Вот. Карай. И больше нет такого имени. Оно интересно. Вот у меня палевая кошка. Я паля зову. Паля палевая. А другая буса. Буска. Вот. А рыжая рыжка. Не выдумываю ничего. Это животное. Но нам их как-то надо обозначать. И они к именам привыкают. Вот такое дело. Ну, вот такой день наш и прошел. Приятно. Тут и с батюшкой подъехал. Что-то надо ему было попросить. И просто приятно. Молитва начинается. Молитва кончается. И вчера я записал небольшой ролик. Думал так все по делу, который сейчас разворачивается уже намного больше, чем вчера. Отец Владимир Головин из города Болгар. Где-то там в Татарстане. Я там никогда в Казани был, а про город не слыхал. Ну, вот как нападают на него. И вот этот разбор мне вопрос задают. И много. Я уже немножко тут сказал. И постоянно что-то, какую-то новую сторону нападает на него. Эту сторону тоже надо посвятить. Тема такая. Помоги ему, Господи. Если кто-то знает его и рядом где-то с ним, скажите, что я его приглашаю в гости. Он обещался вроде бы приехать, но не смог. И здесь он отдохнет. Тишина полная. Все на этом на сегодня.